В Тверь снова приехал главный художник старейшего в России военно-исторического журнала «Цейхгаусс», иллюстратор книг и скульптор Алексей Темников. Традиционно главным пунктом его поездки стал Краеведческий музей. Наша съемочная группа пообщалась со столичным специалистом. Алексей Темников уже не в первый раз приезжает в Тверь. Известный столичный художник и любитель военной истории, он специализируется на изображении кавалеристов. Среди причин такого интереса — детство, которое прошло среди лошадей, так как родители были конезаводчиками. И вот теперь он пытается научить рисовать коня детей, используя собственноручно придуманный метод — ассоциации с фруктами и овощами. Так ребенку интереснее. Если ребенку рассказывать про анатомию лошади, он быстро встанет и запутается, и держает внимание ребенка, но вы сами знаете, что больше пяти минут очень тяжело. А когда ты с ним в игровой манере говоришь, нарисуем огурец, еще огурец, апельсин, мандарин, морковку, морковку, сливу, это в память влезается гораздо быстрее, и многие дети начинают рисовать. Увлечение батальными рисунками кавалеристов Алексей Темников успешно сочетает с интересом к реконструкторству. Поэтому для участников своих мастер-классов он проводит еще экскурсию по одному из залов Тверского музея, где размещена экспозиция, посвященная Отечественной войне 1812 года. Кстати, один из экспонатов — мундир конного гренадера французской гвардии — принадлежит Алексею. Да и интервью он дает вот в такой фуражной шапке. Она, кстати, несмотря на кажущуюся забавность, очень даже практична. Поскольку палатки отставали, люди спали на земле, чтобы уж совсем лицом не падать в грязь. Такая форма этой штуки обосновлена тем, что здесь шлык, он вынимается из шапки и служит подушку. То есть я ложусь не на грязь, не на траву, а вот так вот сюда, ну либо вот на эту сторону. А еще Алексей признается, что очень любит Тверь. Город с необычной историей, который когда-то соперничал с Москвой за первенство на Руси. Поэтому он обещает наведаться сюда еще не раз. Следующий мастер-класс для школьников он проведет здесь же, в музее, 21 октября.